Добрый день, уважаемые трейдеры! Главное, по крайней мере, не растерять бодрость духа, потому что настрой, собственно, в начале недели очень важен, как мы ее начинаем, так в целом и проводим, и это уже доказано, скажем, исторически, поэтому очень надеюсь на ваше правильное психологическое состояние, с которым вы открываете вместе со мной эту неделю. Ну, забегая вперед, хочется сразу отметить, что событий в предстоящие дни будет не так уж и много, особенно таких событий, на которые уж можно было бы обратить прям достаточно внимания, как мы это делали на ряд поводов прошлой недели. Ну, все-таки, несколько отчетов будут, это данные из США, в принципе, американский доллар, американская экономика, эти изменения, которые сейчас происходят в ней, остаются основным драйвером для всех рынков. На этой неделе у нас статистика по годовому экономическому расширению, то есть годовые данные по ОЛП, личные доходы, личные расходы, индекс расходов на личное потребление, в общем, блок данных, который позволит нам оценить активности потребителей. А это, как вы помните, является довольно важной составляющей оценки тех изменений, которые могут произойти сначала с экономикой, а потом уже и, соответственно, с позиции ФРС по процентным оставкам. Тот новостной фонд, который сложился за последние недели и, скажем так, даже месяцы по штатам, это фундамент, на котором априори может основываться и базироваться решение по более активному повышению остальных США. Но вот с некоторых пор мы работаем с новой вводной на нее. Мы не настраивались, признаю, даже с конца прошлого года, с начала этого года. Мало кто думал, что Трамп позволит во всеуслышание вот так вот активно открыто объявить торговую войну всем основным партнерам. Это сейчас именно происходит. На прошлой неделе мы столкнулись с новым пакетом импортных тарифов в отношении Китая. Сейчас этот вопрос не то чтобы подвешенный, но мы ждем подробностей по этому моменту, потому что вот в четверг был подписан президентским меморандумом. Он определил срок в 15 дней, когда должен быть подготовлен перечень продуктов в эквиваленте долларов на 60 миллиардов, в отношении которых будет действовать эти импортные ограничения. И, собственно, сегодня уже понедельник, мы можем сказать, что остается 11-12 дней. Через две недели будем ждать снова на рынке мощные движения, поскольку они в очередной раз заставят нас обратить внимание на рост геополитических рисков по причине вот этих развязанных торговых войн. Ну и судя по той динамике, которую мы наблюдаем сейчас, рынок еще не отошел от этого решения, потому что очень многие склоняются в пользу того, что Китай в долгу не остается, скажем так. И тоже начнет проявлять подобную активность и вводить аналогичные импортные тарифы только уже в отношении экспортеров из США, то есть американских производителей. Но вот об этом мы, кстати, сегодня поговорим, потому что есть несколько идей, и я считаю, что мы сейчас должны держать руку на пульсе в контексте вот этого основного события, потому что чем быстрее рынок оправится, от этого тем быстрее мы с вами вернемся к покупкам доллара против буквально всех инструментов. Ну и тем быстрее, конечно же, у нас появится возможность снова рассматривать длинные позиции по паре доллар и иен. Сейчас, пока повышенный спрос на защиту преобладает, к сожалению, спросом пользуется именно японская валюта, а не доллар. Ну а теперь давайте вкратце по наиболее популярным сейчас валютным инструментам, самым ликвидным, самым интересным с точки зрения фундамента. Подробнее, кстати, друзья, приглашаю вас сегодня на вебинар, который состоится в 16.30 московском времени. Мы, скажем, в более детализированной картине разберем уже все на самом вебинаре. Ну а сейчас, чтобы не отнимать много вашего драгоценного времени, я считаю, что нужно, скажем, экспресс-брифингом провести анализ того, что у нас было под занавес в прошлой неделе. Невсянка, по сути, 69-62 сейчас котировки, возможно, чуть-чуть картина изменилась за последние несколько минут, но все равно мы вернулись к сопротивлению по психологическому 70 долларов за баррель. Лично, если бы мне, скажем, задали вопрос о том, была ли действительно вероятность того, что котировки смогут вернуться к указанной планке до тех пор, пока мы начали активно обсуждать рост эскалации, скажем, геополитической напряженности на Ближнем Востоке, я бы прям обеими руками был против возможности такого сценария, поскольку мы с вами очень неплохо и удачно отыгрывали идею рост активности американских производителей. Ну вот, скажем, форс-мажор, который на рынке стучился, нужно отдать ему должное. Сейчас трейдеры с большей охоты обсуждают именно последствия, которые могут на рынке стучиться в том случае, если Соединенные Штаты Америки ведут дополнительные барьеры, квоты и, скажем, будут лоббировать идею ограничения поставок из Венесуэлы и из Ирана. Кстати, на прошлой неделе мы приурочили, опять же, сам факт того, что эта идея стала номер один, к встрече, к визиту принца Саудовской Аравии Мухаммеда Салбана в Вашингтон. И, конечно же, сам факт этой встречи, этого визита повысил вероятность того, что Трамп может расторгнуть международную сделку по заморозке ядерной программы и, собственно, вернуться к санкциям в адрес Ирак. Вы знаете, есть сейчас на рынке идеи о том, что не просто так вот все это происходит в последнее время. И я сейчас попробую аргументировать эту позицию, еще сослабшись на то, что в конце прошлой недели, то есть прямо на закрытии торговой сессии пятницы, на рынок еще пришел один мощный катализатор для роста котировок нефти и, опять же, в этом катализаторе фигурировала Саудовская Аравия. Якобы, собственно, министр нефти Саудовской Аравии будет активно лоббировать идею необходимости продления действия аналитического пакта за пределы 2018 года, то есть даже до конца 2019 года, потому что якобы опять вот эти высокопарные аргументы регионы, участники аналитического пакта взяли на себя обязательства, поддерживают ценовую конъюнтуру и они должны, собственно, поддерживать ее до тех пор, пока не будут окончательно, скажем, они ликвидированы с рынка избытки мировых запасов. И эти обязательства должны соблюдаться в полном мире, даже несмотря на то арали, которое по котировкам развивается вот сейчас. Согласитесь, если бы мы, скажем, начали бы ссылаться на комментарии, в данном случае министра нефти Саудовской Аравии, пару месяцев назад на такие комментарии, при таких ценах на нефть, было бы очень странно, потому что Саудовская Аравия теряет, как и многие другие страны ближневосточного картеля, из-за действия сейчас этой сделки, потому что увеличивается доля присутствия американских производителей, потому что Ближний Восток сокращает производство добычи, а США увеличивают. Но если приурочить вот этот еще комментарий ко встрече, которая прошла, может быть, мы выйдем на такой кулуарный план. В данном случае он заключается в том, что США помогают Саудовской Аравии тем, что начинают давить на Иран, и потенциально вводят санкции, и открывают новые возможности для Саудовской Аравии, поскольку с рынка, по сути, будет ликвидирован главный конкурент Саудовской Аравии – Иран. А взамен на это Саудовская Аравия будет активно, спекулятивно сейчас поддерживать рынок черного золота. Это комментарии, будучи как лидером мнения среди всех ОПЕК, того, что сделку нужно продлевать. И, судя по всему, этот план сработал, потому что мы понимаем, что от таких комментариев выигрывают кто? Те регионы, которые сейчас активно наращивают производство и имеют возможность делать это при высоких ценах на них. Ну, конечно же, это американские производители. Это, может быть, мое субъективное видение того, что сейчас происходит. Но, может быть, эта идея не лишена смысла, и, по крайней мере, обдумать ее стоит. Соответственно, друзья, если действительно она в каком-то мере будет реализована в ближайшее время, ну, в каком-то мере, до июньского заседания ОПЕК еще очень далеко, то, ну, вот, к примеру, активно-агрессивная позиция США в адрес Ирана может быть занята уже в ближайшее время. И если это случится, то тогда, конечно же, мы будем работать с новостным фактором, который был абсолютно неожиданностью, фактором, который какое-то время будет еще поддерживать цены на черный озол. Но это только к вероятности. Прежде чем, скажем, на рынке появится подтверждение этого, я предлагаю, как и раньше, работайте с фактами и цифрами. Это для многих продавцов сейчас болезненно, несмотря на то, что вы логически понимаете, что действительно именно так и нужно делать, потому что данные, которые мы получаем от американских производителей, статистов, вас каждую неделю утверждают и доказывают то, что рост производства не то чтобы сохраняется на высоких уровнях, там бьются исторические максимумы. В прошлой неделе, собственно, 10,4 показателя по производству было достигнуто. Количество Baker Hughes, то есть количество терминалов, активных по данной университетной компании, тоже увеличилось на 4 единицы до 804. И поскольку эта статистика является индикатором будущей активности американских производителей, мы смело можем говорить о том, что и на этой неделе тоже будем работать с приростом нефтедобычи. Но продавцам пока не дают возможности протиснуться в этот рынок, поскольку очень охотно сейчас отыгрывается тема, связанная с Ближним Востоком. Но, возможно, настроение изменится. Друзья, давайте следить за статистикой и, по крайней мере, сейчас ориентироваться на вот этот рубеж 70 долларов за баррель, как он будет щупаться рынком и хватит ли у покупателей с учетом текущей новостной картины сил, чтобы затащить инструменты выше. Будем надеяться, что медведи все-таки дадут о себе знать, потому что выше 70 долларов за баррель сейчас по бренду, ну, на мой взгляд, это уж слишком использовано. ...разумеется, потенциал, в целом даже реализованный по нефтянке роста, это привело к креплению курса и, соответственно, сырьевых инструментов. Мы видели и бодрость канадца, мы видели и австралий, себя неплохо чувствовал, и, в частности, и российская валюта тоже. Но это не значит, что мы можем отказываться и должны отказываться от прежних ориентировок, тем более, что даже сейчас, обрисовывая ситуацию с нефтянкой, мы все-таки, будучи подавляющим образом продавцами, не оставляем попыток и надежды увидеть котировки ниже. Поэтому и по рублю особо не нужно сейчас закладываться под возможности состоятельности дальнейшего роста российского валютного актива. Вы считаете, что это лишь передвижка перед дальнейшей девальвацией, а пределы ее также уже были обозначены неоднократно. Доллар, японская иена. Здесь, насколько бы мы не хотели сейчас погрузиться в статистику и снова очередной раз петь дифферамбой американской экономики, нам, к сожалению, это не очень удастся сделать, потому что, даже несмотря на сильную статистику, мы работаем с не совсем ожидаемой риторикой Джерома Паула сейчас и с рисками, связанными с ростом напряженности в связи с развязанной торговой войной с Соединенными Штатами Америки. Вот по статистике, заказан товар длительного пользования на прошлой неделе были, я думаю, что вы могли обратить внимание на этот отчет, вы должны были это сделать, это очень важный релиз и прирост очевидный. С прошлого спада на 3,5% у нас восходящая динамика восстановления этого сектора индикатора на 3,1%. Но для рынка этот отчет остался практически незамеченным, потому что, как в четверг Трамп принял решение подписать документ, скажем, резолюцию о введении импортных тарифов воды из Китая, так эту новость ему ссорили, собственно, до пятницы, я думаю, что будут продолжать это делать и сегодня. 25% пошлины, которые будут действовать на довольно большой спектр китайских товаров, наименованиях еще определяются, я думаю, в ближайшие две недели, как было отмечено, мы о них узнаем. Что теперь будет делать Китай? Все ждали, что Китай тут же ответит. И в целом, говорит, был, Китай ограничил, ну, через такие же торговые барьеры, экспорт товаров из США, это в основном сельхозпродукция. Если попробовать оценить в долларовом, скажем, масштабе, говорите, чтобы нам было с чем сравнить Китай в отношении, точнее США в отношении Китая на 60 миллиардов, при этом ответ со стороны Китая в адрес США сейчас около 2,5-3 миллиарда. То есть совершенно несопоставимые цифры. И о чем это говорит? О том, что Китай, возможно, не хочет наломать дров, хочет миллион раз подумать, прежде чем понимать агрессивные встречные миры, потому что все-таки, как ни крути, Китай, возможно, больше зависит от американского рынка сбыток. В целом, Китай зависит от США, чем США от Китая. По крайней мере, если оценивать дефицит торгового баланса, то если США поставляют на территорию Китая товаров на 100 миллиардов, чуть больше, то Китай гонит больше, чем на 350. И если оценивать дефицит, то он составит около 300 миллиардов только в отношении одного Китая. Дефицит торгового баланса. Конечно же, Китай понимает, что если принять те решения, которые будут сейчас крайне недальновитыми, это может спровоцировать еще большую агрессию со стороны США. Может быть, Китай хочет дать понять, что он готов к обсуждению, к переговорам и готов к тому, что США предложат какую-то компромиссную возможность для обсуждения, что-то, что можно было, то, о чем можно было договориться. Но вот как идея, мне она довольно показалась интересной. Американские законодательники хотят дать понятие, собственно, Китаю, о том, что у них есть возможность помочь США сократить дефицит торгового баланса. Каким образом? Если они будут закупать больше жиженого природного газа. И вот я поискал цифры, друзья, на текущий момент Китай закупает жиженого природного газа у США в эквиваленте 1,2 миллиона тонн. И США предлагает, чтобы Китай покупала у Штатов около 85 миллионов тонн жиженного природного газа. Соответственно, если попробуем перевести это в доллары, около 35 миллиардов получится. Я думаю, что если эта позиция будет донесена до Китая в том формате, в котором ее действительно могут донести, возможно, все, что мы сейчас вообще видим, это передел, это сфера влияния на глобальном энергетическом рынке. И если, как я начал еще с договоренностей, которые вполне возможны между США и Соловской Аравией, мы, в конце концов, сможем прийти и к определенным последствиям, к определенным идеям того, чего добивается Трамп сейчас и в контексте сотрудничества с Китаем. Поэтому, если через некоторое время мы услышим о том, что Китай сгущил новые долгосрочные, многолетние торгово-партнерские соглашения с Соединенными Штатами Америки о поставках СПГ, то есть жиженного природного газа, то тогда все встанет на свои места. Пока, друзья, я считаю, что нам придется работать с вот этими рисками, с тем, что рынок до конца не будет понимать, что происходит, и риск развязывания этих полноценных торговых войн, к сожалению, пока не даст нам оснований отыгрывать дорогую американскую валюту. Поэтому нужно с этим сейчас на какое-то время смириться. Ну и, разумеется, в связи с этим, если вы торгуете так просрочно, вы должны понимать, что сейчас будет больше шансов выдасти у рисковых инструментов, даже несмотря на те психологические уровни, которые, может быть, уже были достигнуты. Что касается долгосрочных позиций, а именно из таких мы и исходим, проводя, собственно, ежедневный и еженедельный обзор всего, что на рынках творится, то я считаю, что здесь не нужно дергаться, друзья, нужно просто осознавать тот факт, что этот новостной фонд, насколько бы он не был интересным для обсуждения сейчас, очень быстро будет все-таки заложен в котировке, возможно, это уже произошло, потому что у японской валюты была возможность очень неплохо вырасти против доллара. Сейчас мы наблюдаем по паре доллар-японская иена 104.90, котировки, возможно, это уже предел. Поэтому все, что мы могли, скажем, потерять в данном для этих валютных активах, мы уже потеряли, потому что в целом доллары покупали очень давно. Надеюсь, что разворот также произойдет очень скоро. Евро против доллара. Европейская валюта сейчас демонстрирует восстановительную динамику, но это не те уровни, которые угрожают пробоем многомесячных максимумов. Сейчас котировки по евро-доллару 1.2373, и, соответственно, как только рынок успокоится, доллар снова будет пропущен вперед, а европейская валюта будет снижаться. Пока евро еще также поддерживает и фонд, связанный с вот этими импортными тарифами, потому что в конце прошлой недели Трамп подписал еще один указ о том, что эти ограничения импортной тарифы, они вступят в силу только с 1 мая. Может быть, это также делается для того, чтобы Европейский Союз подумал, как они могут способствовать и какие меры они могут принять сейчас, чтобы с минимальными, скажем, потерями позволить штатам сократить дефицит торгового баланса. Ну, до 1 мая времени еще очень много, я думаю, что будет много и подробностей относительно этого, мы за ними будем следить, а пока что я предлагаю не отказываться от идеи продаж евро в связи с той монетарной политикой, которую мы уже характеризовали как мягкая. И важность этой политики сейчас не должна вызывать вопрос, потому что приоритет за таким режимом был подтвержден, собственно, и Европейским Центральным Банком, в том числе и на прошлой неделе. Доллар-канадец весьма динамичное движение показывает пара 1,2862. На прошлой неделе в конце очень много сразу совпало для того, чтобы канадец окреп, это и ослабление доллара, это и рост котировок нефти, еще и статистика. Ронечные продажи, которые выросли до 0,3% в основной семьи, индекс потребительских цен 2,2% ценовой семьи в годовом выражении, что позволило снова вернуться к теме, а не будет ли Банк Канады повышать процентный став. Я хочу сказать, друзья, не будет, потому что эти данные, они были заранее проанализированы, они допускались представителями Банка Канады, и в частности Каролины Вилкинс, которая дала пресс-конференцию на прошлой неделе, отметив, что даже улучшение экономической конъюнтуры в ближайшее время не останет причины, из-за которых Банк Канады будет торопиться с процентными ставками. Поэтому у нас сохраняется еще позиция выигранного времени, и пока мы, я считаю, можем, торгуя к канадцам, ориентироваться только на то, что происходит с нефтянкой. И, как я уже отметил в начале, собственно, брифинга, пока у нас сохраняется потенциал все-таки увидеть разворот цен на нефти, вы должны понимать, что такие же интенсивные движения могут быть и по канадцу. Ничего, скажем, я думаю, что ни у кого не вызовет вопросов особых, если пара USDCAD в ближайшей торговой сессии снова уйдет выше отметки 1.30. Цели у нас, как вы помните, остаются на старых добрых ориентирах. Мы хотим видеть USDCAD выше отметки 1.33. Фунт против доллара. Здесь ничего интересного и нового сказать не могу. Мы отыгрываем достаточно позитиво с прошлой недели. Это готовность банка повысить ставку в мае, собственно, это было подтверждено. Ну и, разумеется, достигнутое соглашение о переходном Брэкзите двухлетним. Это период до декабря 2020 года, когда Англия будет использовать и получать все прошлые преимущества и выгоды доступа к единому европейскому рынку, таможенному союзу, да и в целом ко всей европейской секторальной экономике. Соответственно, по подробностям, в минувшую пятницу, по факту прошедшего заседания Евросовета, ничего нового мы не услышали. Действительно, соглашение очень важное, его значимость была еще раз подтверждена, и это соглашение о переходном Брэкзите является первым мощным компромиссом, который был достигнут между ЕС и Англией. Соответственно, ожидаем, что этот прогресс будет продолжен и дальше. Следующий этап переговоров позволит нам поспекулировать на еще каких-нибудь договоренностях. Ну и ждем мая, друзья, ждем, когда Банк Англия поднимет процентную ставку. Я думаю, что до мая пара фунт-доллар заберется очень и очень высоко. Сейчас котировки 1.4164, ждем выше уровня 1.43. Как только пробьем планку 1.43, попробуем снова взглянуть на дальнейшие ориентиры. Но я думаю, что мы их перенесем на более высокое сопротивление, потому что в отношении британской валюты, как и в отношении другого рискового инструмента, новостной фонд складывается исключительно позитивно. Да еще и доллар сейчас на его стороне, который пока что уступает дорогу к защитным инструментам. Из важных событий сегодняшнего дня, друзья, особо выделить нечего, но будем, скорее всего, резонировать от того, что у нас случилось в конце прошлой недели. Тренды, локальные тенденции ясны, соответственно, как и всегда, будем внимательны к всему происходящему. Уйдимся завтра в 9.30 по московскому времени для тех, кто подключается в прямой эфир через перископ, но и также параллельно раньше, скажем, завтрашнего брифинга у нас будет возможность с вами еще раз собраться сегодня в 16.30 по Москве, чтобы обсудить события минувшей недели, посмотреть детально, что нам заготовила, собственно, текущая неделя. Это мы будем обсуждать на вебинаре в 16.30 по московскому времени. На этом, собственно, все. Большое спасибо всем за внимание. Всего доброго. До свидания.